сейчас мы находимся на перевале двухбратском отсюда мы стартуем вот туда вниз двухбратский каньон пришли с вершины двух братьев так что если кому интересно залетайте смотрите но мы сейчас собираем свои манаточки да стартует кто-то будет сзади идти опять скиф 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 да мама или у тебя еще второе дыхание откроется спускаться подниматься а надо это моя ты же видишь скрепление под камеру он то твоя все погнали погнали ну вот уже почти до полян добрались а а вон заводь купаться будешь вот заводь что-то воды мало но умойся будем искать нормальную заводь и покупаться а ты как хотела это горная речка ты думала в горячие источники то уже ныряла с головой с разбегу лёля все тут вообще что-то красная лишь камень как красный это не не что-то не растет именно камень красный так нам на ту сторону и реки не она весной здесь гораздо больше воды было да мы тогда искали где тут перескочить а сейчас так детский лепит может кому-то будет важная информация это получается с двухбратского перевала вы сюда спускаетесь и по высоте вы где-то на 100 метров тут а сто семьсот шестнадцать метров но семьсот десять здесь хорошие места где можно даже заночевать и кострище есть если места под палатки более-менее ровненькие но главное дело вода и так что кому он будет полезно возьмите себя на заметочку вроде мы надыбали эту тропу вот тут вот переходи и вот туда к бане кто и выходить все же кто-то себе баньку сварганил парилочку на муж за бане может здесь пройти ну да тут каменка сложена все сделано лёлик давай попаримся а ты шампунь с собой взяла какая заводь а там видать глубина смотри аж синяя я думаю там глубина хорошая красиво да не но я хочу хотя бы до первого водопада дайте посмотреть что-то но туда смотри какая чаша мне не нравится тут совсем не нравится вот этот проход ну да но он видишь идет раз каскад два каскад а там утре и вот этот третий да только только как нам его пройти да нам надо как-то туда наверх идти потому что вот здесь как бы водопад так ольга идет за водкой они впереди на ветки сильно не налегай это не веревки оля это вспомогать старайся вот здесь здесь будет это там может быть скользко так я хочу посмотреть аккуратней чтоб нога не поехал садись топу где-то на копе но в топу больше точек опоры было уже минут 20 спускаются вот там вот синяя веревка торчит а здесь вообще не веревок нифига нету а нам еще как-то туда надо спуститься давно мы с тобой с такой влодняк не вылетали дали жесть конечно но вот этот водопад 30 метров высота вот все каскады 30 метров это низу как-то спустится но не час но минут 30-40 уже спускаемся люди мы это сделали вот этот спуск но как бы попытайтесь из девятиэтажного здания спуститься не по ступенькам и не на лифте там не сквозь всего лишь вот эти может это Да, впускать. Коленька, сейчас смотришь, как я иду, и делаешь так же, как я. Смотри, вот этой рукой, вот. Держишь там. Потом вот сюда, когда делаешь, вот тут веревка еще. Вот, старайся две веревки брать. Иди. Иди, иди. Вот так и шутной у тебя, не вот так, не параллельно, а вот так. Иди, 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 иди. Иди, иди, иди. Так, Оль, подожди, да, я пройду. Иди, 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 иди. Оля. здесь немножко отклоняется. Прям на веревке как бы висит. Вот тут особенно. Вальфа, за мной не иди. За мной не иди. Надо думать. Вот за зеленую возьмись и держись. Двумя руками возьмись и держись. Вот там опасно. Там опасно. Вот там опасно. Вальфи. Давай я сбуду. Только вот эту сначала. волновь на а мне тебя давай вот это на давай 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 постарайся вот тут где-то начупать камень чтоб схватиться оль мне эту руку не отпуская берем ты другую возьми отпусти и схватить возрасту под схватить за уступ нет вот ниже где деревце выше да так давай теперь эту но вторую теперь и чистить если нибудь схватилась а сейчас подожди да вот этой стой на месте эту давай поэтому давай вот эту ножку за уступы держись давай 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 опускай становись становись это упускай немножко сейчас подожди я еще спущу давай вот эту ножку ручку левую дай левую ручку я тебя держу здесь наше мучение еще не закончили наше мучение еще не закончилось ну а я ну а теперь сюда На дерево? Мама, что мне делать? У тебя телефоны. У тебя телефоны. А там глубоко, что ли? Ну, я поплыл. Я не достал до дна. Давай рюкзак. Сейчас я попытаюсь. У тебя просто там телефоны, документы. А у тебя? А паспорт у тебя же. Всё. Плывите, барышня. Плывите, тут делать нечего. Там буквально шага не хватает. Ага. Плывите. Не очень. Опа. Ну, мы не знаем, что нас ждёт впереди. Я бы тоже назад не хотел. Потому что ну это жесть. Я вообще-то шёл полюбоваться водопадами. Красивыми заводями. А тут просто-напросто. У меня сзади штаны отвисли. И всю дорогу. Вот сколько. Мы тут полтора часа километра два с тобой идём. И на верёвках болтались. И в речку, блин, с головой ныряли. Такая говорит, да нормально, мы с детьми тут ходим. Я офигею. Где они с детьми ходят? Что это за дети такие, блин? Так вот пока стоишь, никуда не двигаешься. Вроде как и красиво. Но если мне скажут, пойдём. Ещё раз. В Двубратский каньон погуляем. Я скажу, ага. Пойдём в поход, говорили они. Будет весело, да, Оленька? Да. Да, ребятки. Висели что-то не очень. У меня тут камни всё. Да тут всё, и камни, и всё, короче. Ручку. Опа. Хорошо. А вот, я думаю. Наверное, вот там надо проходить, нырять под бревно. И вот так. Спускайся. Да. Вот, под бревно. Туда. Под бревно уходи, Оля. Нет. Нет, Олечка. Под бревно. И вон туда, вокруг камней. Олечка. Вот сюда. Смотри на меня. Вот сюда. Это тропа достала. Нет, это тропа. Ну да. Что-то она... Какая-то тропа совсем не тропа. Ну да. Да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Здесь. Как идём? Ну а что, у нас выбора нет, Оля. Здесь. Ну да. Ну а дело не подскользни. Вот это, смотри, это глыба такая. Она вот там отвалилась, а вот она висит. Когда-то она сползет. Желательно не сейчас. Видишь, рыбы нету. Ничего нету. Говорят, тут красиво. Ну что красиво? Ну да. Ну, каньон. Ну, как бы, чтобы там водопады. Вон тот еще, который 30 метров. Там, где мы на веревках пускались. Здесь тримал был, да? Да, где на веревках. Там еще, ну я как бы соглашусь. Ну да. А вот этот второй 30 метров, он просто сейчас под камни ушел, потому что воды мало. И все. 15 метров прошли, где валунов нету. И мне так, так офигенно. Я вот понимаю, что не так уж все плохо в жизни, понимаешь? Что что-то налаживается у меня. Потому что, ну там я просто, у меня уже слов не было, я тупо матерился. Иду вот, что не шахту, что не шахту матерился. И поехал. Опа, 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 опа. Я приехал. Ай. Такую горку пропустила женщина. Валя, все равно поедешь. А так еще и головой ударишься. Спускайся вниз. Думали попроще будет. А тут нифига тута, блин. Опять водопад такой, наверное, метров 15. И дело в том, что скала скользкая очень. Сейчас будем пытаться по веткам как-то там спускаться. Ты как свинюка. Еще поворачивайся. Девочка моя. Вот оттуда мы по веткам пытаемся спуститься. А нам еще как-то надо вот туда спуститься. Вот такой тут водопад. Сначала полезли с той стороны. Там вообще не варя. Сюда если идти, ребят, это реально спортивный маршрут. Далеко не туристический. Надо с веревками, со всей ерундой. Аж как мы идем, как босики. Ну и вот эти, я не знаю даже сколько километров, потом посмотрю. Мы уже идем часа четыре. Бля, и там херово, и там херово. Мне кажется, там лучше идти. Да, там херово, и там херово, и там херово. Или тут-то где-то искать. Бля, я застрял. Сейчас с разворота. Руку возьми вот так, наоборот. Ага. Красиво, но нам не весело. Из-за того, что нет снаряжения, нам этот каньон приходится уже несколько раз. Сейчас мы по той стороне и опустились. Сейчас по другой стороне, потому что там водопад и пройти его не вариант без снаряжения. А время уже шесть часов. Вот так там мы, блядь, улетели. Вернулись к машине прям на тоненького. Сейчас время уже полвосьмого. Минут через двадцать уже будет темень полная. У нас, конечно, фонарик есть. Вернее, был с собой. Но ходить с фонариком по каньону еще то занятие. Вообще, сейчас мысли все, короче, кувырком. Я даже, наверное, не помню такого жесткого похода, как сегодня. Потому что, ну, просто убитый в хлам. Вместо девятьсот двадцать одного метра мы набрали почти две тысячи метров. И это все в основном мы скакали по каньону. С одной стороны на другую. Потому что, ну, другого варианта не было. Ладно, завтра утром, когда мы отдохнем, тогда уже, может, мысли соберутся в кучу. Да, Оль? И поведаем, что это такое двуобратский каньон. А сейчас надо где-то найти место, чтобы спать. Женок слега. Да, потому что так жена не будет спать. Ее комары сожрут. Да, жена? Да, моя рыбочка? Ты такая счастливая. Ты бы еще столько же прошла. А что для бешеной собаки? Шестнадцать километров. А обещали десять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!